Всем привет! Привет подписчики, а также любители ножей, которые хотят выбрать себе точилку. Сегодня я выскажу лично свое мнение по выбору точилки, какую все-таки стоит взять, также лично по моему мнению, для заточки ножей. С каждым годом у меня ножей становилось все больше, у меня ножи становились все лучше, и в какой-то момент я решил выбрать себе точилку. Естественно, перед тем, как сделать основную покупку точилки, я брал у людей точилки для того, чтобы попробовать и сделать вывод для себя, какая же все-таки точилка мне больше подойдет. Потому что, когда вы рассматриваете видео на ютубе о точилках, таких как данная точилка, вторая точилка, которая будет, это такого плана, ланских, либо уже будут подправляшки, которые подправляют кромку ножа, но не делают данную кромку, не делают, не создают угол и, так называемо, не точат. Они просто заостряют некий тупой нож для того, чтобы доделать работу до конца. То есть, как у меня было, во время разделки лося, мой охотничий нож не справился с затону, то есть заточка затупилась, и мы такими быстрыми точилками подправили и доделали до конца. Но все равно, когда вы приходите домой, вы должны иметь точилку, если она вам необходима, для того, чтобы обратно переточить нож, выставить те углы, которые вы хотите, с которыми вам удобно работать, вот, и привести нож в надлежащий порядок. Так, поехали. Почему же все-таки я выбрал точилку ланских, вернее, правильно сказать, копию? Хотя также вы на ютубе пересмотрите и поймете, что копия от оригинала не отличается практически ничем. И переплачивать большие деньги не всегда имеет смысл. По крайней мере, купивши данную точилку, вот, и посмотрев видео на ютубе, я понял, что я не прогадал, а только выиграл. Почему же я купил именно эту точилку? Дело в том, что, пользовавшись такого плана точилкой, был ряд неудобств. Хотя также для более продвинутых юзеров в точильном мире, возможно, есть и плюсы. Дело в том, что та точилка, она занимает много места. Когда ее складываешь, она не вмещается, как здесь, в маленькую коробочку. Это большая, скажем так, такая гаргарина, которая отдается ей отдельное место у вас на полке. Вот, и она там стоит. Для того, чтобы той точилкой заточить, вы должны иметь некий стол, должны иметь время для того, чтобы выставить четко углы, для того, чтобы, когда вы будете точить, медитировать при помощи той точилки. Хотя той точилкой вы можете более точно восстанавливать углы, какие вам надо. То есть, вы хотите, к примеру, там, 17,5, 18,3, ну, я утрирую, конечно, но вы это можете выставить. В данной точилке она рассчитана ли на людей, которые ценят свое время, которые хотят за короткий промежуток времени получить качественно заточенный нож, чтобы условия для точения ножа были спартанские. То есть, к примеру, данной точилкой я могу затачивать нож, находясь в лесу. К примеру, находясь в лесу. То есть, мне не надо стол, на который я должен опирать. То есть, державши данную точилку в руках, я могу затачивать данный нож. Если вы находитесь дома, вы можете, поставивши данную точилку на угол стола, точить данный нож. Очень удобно. Понимаете? Если же вы более продвинутый юзер и хотите получить какого-то большего качества для удобства, вы можете купить вот такого вот плана. Тесочки, вот, закрепить данную точилку и также точить. Вот. То есть, данная точилка, она легко собирается, она легко настраивается. Здесь есть основные углы, которые используются в 90% случаев при заточке ножей. Это угол 17, 20, 25 и 30 градусов. Если вы пользуетесь какими-то филейными ножами, вы затачиваете в 17 градусов. Если какие-то кухонники, вы затачиваете в 20 градусов. 25 градусов затачиваются, в основном, затачиваются карманные ножи, либо это какие-то рабочие ножи, как вот у меня есть от компании Fiskars. Данный нож от компании Ганза, это Аксис Лог, здесь Лайнер Лог. То есть, будет отдельное видео потом, какой же вид замка выбрать, лично по моему мнению. Вот. Также, если у вас есть какие-то даже дешевые копии ножей, да, как данная копия ножей на фирму Браунинг, вот, вам также ее все равно придется затачивать. Поэтому и была куплена данная точилка для того, чтобы соответствовать, скажем так, обладателям данных ножей. То есть, мне их уже надо точить. Ну, давайте все-таки немножко поговорим о самой заточке. Я постараюсь саму заточку сделать быстро, но перед тем, как точить, я хочу вам показать, что данный нож, он совершенно не режет. Он тупой, и показывать его на начальной стадии, как он режет плохо бумагу, не имеет смысла. Я сейчас вам покажу ближе. Данный нож вообще не имеет никакой кромки. То есть, он попал в руки детям. Что они с ним делали, я совершенно не знаю. Это мой охотничий нож. Поэтому мы данный нож переточим. Здесь, в этой плоскости, мы будем делать угол в 25 градусов. А на рабочей части, на которой идет большая нагрузка, мы будем делать в 30 градусов. Естественно, когда я покупал и смотрел, какие же все-таки камни входят в комплект, меня удивили камни, которые были 70-й, 120-й. Ну, то есть, вот два этих камня у меня вызвали как бы даже сомнение, зачем они мне нужны. Но, найдя свой нож, спустя месяц, как он попал детям в руки, я понял, что данные камни все-таки нам нужны. Поэтому мы сейчас начнем данный нож перетачивать. Я вам буду показывать видео конкретно после каждого камня обработки. Начнем с носика, и поэтому нам придется брать самый крупный камень, вот, смазывать его маслом и начинать точить переднюю часть данного ножа. Все, закрепили нож, взяли камушек и начинаем данным камушком точить. Если неудобно вам в руках, вы можете, как я уже и повторял, поставить это на край стола и на краю стола перетачивать. Сейчас мы выключим камеру и будем уже показывать готовые результаты. Долго мне приходится мучиться с данным ножом, потому что кромка была не то что затуплена, форма кромки полностью себя потеряла. Поэтому, благодаря камню в 700, вернее, в 70 грит, я смог ее восстановить. Но, по крайней мере, на данный момент пытаюсь ее восстанавливать. Любым бы другим камнем, 120, это бы ушло у меня в два раза больше времени. Да, когда у вас есть ножи, которые вам надо только подправить, то, конечно же, вы будете пользоваться камнями в основном в 600 и в 1000. То есть, вы двумя камушками поработали, я уже эти ножики перетачивал. То есть, 600 и 1000 вам вполне достаточно. Для того, чтобы восстановить убитый нож, как это делаю я сейчас, камня в 70 вполне. То есть, как бы он и нужен. Поэтому я сразу немножко даже расстроился, что здесь были такие градации. Но после я понял, что они знают, какие камни вложить в комплект, и что эти камни мне понадобятся. И действительно, все четко они положили. Мы еще не до конца сформировали рабочую кромку. Вот, я смотрю, чтобы, главное, придать ей равномерную форму и вывести ее для того, чтобы мы могли перейти на другой камень. Вот вы видите, что я с вами разговариваю, я легко тащу данный нож. Ничего не соскакивает, как люди говорят, если вот этим станком пользоваться, то у вас будет что-то соскакивать. Не знаю, возможно, у кого-то что-то и соскакивает. Но, как вы видите, в обычных условиях данный нож легко точится. Естественно, скажу так, что данный нож точить относительно того, что я точил до этого ножи. Вот это Fiskars, Ганза, либо какая-то китайская реплика, еще одна Ганза. То есть, эту Ганзу я еще не перетачивал. Данный нож мне пришел недавно, вот посылочка. Вот, я хочу его опробовать именно в форму данного ножа и посмотреть, насколько удобен данный замок. То есть, для того, чтобы потом определиться, какой же все-таки замок на ножах использовать для себя. Ну, а, естественно, нож, который я себе оставлять не буду, я разыграю в данном видео. Сейчас мы доделываем и показываем на камеру. Сделав 70-м камнем форму клинка, форму острия, делал эту форму, точивши камнем вперед-назад. Многие могут сказать, что надо точить только в одном направлении, но при создании формы, я считаю, это лишним. Да, при доводке последними камнями мы можем делать направление только в одну сторону точить. Но когда мы создаем форму, точим грубыми заточками, можно точить в одну и вторую форму. Но это мое мнение, как охотника, которому нужен просто нож, который работает. Прошли мы уже 280-кой. И после 280-ки нож у нас уже спокойно режет бумагу. Вот. Еще у нас впереди 600-ка и тысячная. Все. Нож режет носиком, чем угодно. После 280-ки нож уже вполне боеготов. Вот. Что хочу сказать. Очень рад, что все-таки в комплекте есть такие градации, как 70-ка, 120-ка, без которых бы я не вывел данный нож. Вот. На видео не вижу смысла дотачивать 600-кой и 1000-кой. Этого вполне доводки ножей много в видео. Вот. Хочу сказать, что на данный нож у меня ушло порядка минут 40-50. для того, чтобы восстановить мой рабочий нож. Станком доволен. Как вы видели, точил все на руках, даже не опираясь на край стола, для того, чтобы проверить, свободно ли им можно точить в полевых условиях. Вот. Если вам понравилось это видео, если мое видео помогло вам все-таки определиться, какой станок вы хотите себе купить, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Постараюсь снимать для вас очень много интересных и полезных видео. Ссылочка на данную точилку будет под видео. Надеюсь, скоро мы, как всегда, встретимся с вами в тире с моим новым оружием LA-102. Ствол Вармин. Всем всего доброго. До новых встреч.